В мастерской собирают и принимают гуманитарную помощь, которую потом отвозят на солдатский привал в Белгороде. Оттуда сами военнослужащие уже распределяют по частям, кому и что требуется. Нужны теплые носки? Вот. Нужны сети? Пожалуйста. Многое волонтеры изготавливают своими руками, и тут нужна помощь. Плести сети, тактические браслеты, клеить флажки для саперов. Такие флажки размещают там, где еще не обезврежены мины. Сети нужны постоянно, на разное время года разные, рабочие руки лишними никогда не будут. В прошлый раз ребята из молодежного парламента принесли множество писем и рисунков для военных. Смогли вовлечь в работу старшеклассников. Ни одна поездка в сторону фронта не обходится без писем, рассказывает Артем Балюкин. Я им предложил несколько форм сотрудничества, опять же, это связано с письмами, с организацией, скажем так, ну таких целевых писем, например, письма для госпиталя. Ну вот согласитесь, что вот письма просто на фронт, они тоже ведь все-таки сами по себе друг от друга отличаются. То есть здоровым бойцам нужны одни письма с одним текстом, раненым с другим. Ну и есть разные ведомственные еще поздравления с праздниками, например, вот в мае у нас день пограничника. То есть, соответственно, мне бы хотелось, чтобы были какие-то такие письма, поздравления именно пограничников, которых у нас много среди тех, с кем мы общаемся на фронте и в Брянской области, и в Курской, и в Белгородской. Координатор волонтерского движения рассказывает, что помогать в мастерскую на Ленина также приходят дети и молодежь. Некоторые ребята из парламента впервые посетили мастерскую, кто-то бывал здесь и ранее. Лично у меня некоторые учителя нас активно зазывают в это, то есть на то же плетение сетей, вот я вчера там был. То есть мы собираем там еду для фронта и различные другие необходимые вещи, то есть одежду, обувь и тому подобное. Мы 23 февраля собирали письма для военных, то есть мы собирались со всех школ города Лопнинска, и нам получилось собрать достаточно много писем, и вот это оглашалось. Мы зачитывали некоторые письма, и нас, не знаю, сказали большое спасибо за них. То есть каждая школа в этом поучаствовала. У нас в школе тоже нет плетения сетей, но ребята стараются помочь фронту другими способами. Во-первых, мы собираем гуманитарную помощь, это и ребята, и родители, и учителя для фронта, и для освобожденных регионов. Мы пишем письма, и нередко приходят ответы. Нам постоянно присылают флаги, письма обратные от бойцов. Ну и также делаем окопные свечи. А ребята с родителями ходят тоже по стесети. По словам председателя молодежного парламента, готовы еще раз организовать акцию с письмами. Также расскажут другим ребятам про мастерскую, где можно помочь волонтерам или в сборе гуманитарной помощи, или в подготовке расходников для фронта. Дарью заинтересовало плетение тактических браслетов, о которых подробно рассказывал Артем Балюкин. Девочка считает, что они с другими школьниками смогут довольно легко создавать такие браслеты. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ